Выездка 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 Ивану Кизимову суждено было стать двукратным олимпийским чемпионом. Он выиграл Олимпийские игры в Мехико. А в Мюнхене сборная СССР в составе Ивана Кизимова, Елены Петушковой и Ивана Калиты победила всесильных немцев, законодателей мод в мировой выездке и вершителей ее судеб. Иван Кизимов собственными руками подшивал для своего и хора сыромятное оголовье, что приводило иностранцев в шок. Такие оголовья они видели только в музеях. Фраки и цилиндры советских звезд шились в театральных мастерских. Эти цилиндры могли превратиться во что-то бесформенное, если попадали под дождь. Сборная СССР путешествовала на страшном дряхлом бортовом зиле или даже в вагонах товарных поездов, порой добираясь на соревнования целых три недели. И все-таки побеждала выдающихся западных всадников. Между тем, цилиндры звездам мировой выездки, как и головные уборы для всех королевских домов Европы, создает знаменитая голландская семья Де Винтер. Их предок еще 300 лет назад изобрел сложный прибор, измеряющий параметры лица, форму головы и даже расстояние между глазами. От измерений прибора зависит, какими будут поля и будет ли сам цилиндр прямым или расширенным кверху. Вслух этого никто не говорит. Но если у кого-то нет цилиндра от Де Винтер, это, скорее всего, недостаточно хороший всадник. Здесь неуместно слово «дорогой каприз» или «дешевый пафос». В искусстве выездки не существует мелочей. Брюловская всадница. Фрау Пепел. Мало кто знает о том, что еще за сутки до блистательного выступления нашей сборной в Олимпийском Мюнхене на передних ногах пепла ветеринары вскрывали гнойники. «Мы победили тогда вопреки всему», – вспоминала Елена Петушкова. Елена Владимировна совмещала выступления за сборную с научной работой на кафедре биохимии МГУ. Петушкова была единственной советской спортсменкой, которую действительно можно назвать любителем. Из книги Елены Владимировны Петушковой «Путешествие в седле. По маршруту. Жизнь». Есть сказка, кажется немецкой. Как один из троих братьев нарисовал на стволе дерево девушку, второй вырезал ее из дерева, ну а третий оживил. Кому же она должна была принадлежать? И мудрец рассудил, что третьему, кто вдохнул в нее жизнь, тот ее создатель. Так создал Терентич меня, как спортсменку. Когда Терентич стоял на манеже с бичом в руке, еле заметными взмахами подправляя лошадь, по-моему, никто в мире так не понимал лошадей. Это напоминало настройку скрипки. Иногда говорят, незаменимых нет. Это неправда. Каждый человек в жизни незаменим, особенно такой, как Анастасьев. Обидно и горько, что окружающие понимают это подчас лишь тогда, когда сделать замену заставляет смерть. Теперь административных ставок при конном спорте больше. Письменных столов больше. И за ними сидят молодые, крепкие люди. Только успехов стало поменьше, чем тогда, когда нас тренировал, нами руководил один старик. Со своей неизменной записной книжечкой. И все-таки в центре Москвы на Беговой сохранился храм выездки. У современных всадников есть все. Великолепный манеж, напоминающий царский дворец с картинной галереей и роялем. Их коневозки своим видом доисторического динозавра не испугают водителей европейских автобанов. Цилиндры от De Winter, сапоги от Kempkins, седла и оголовья самых известных брендов. Их тренеры владеют транзакционным анализом, гештальт-подходом, методом обучения по циклу Колба. Достаточно типичная история для современной России, не правда ли? Попробуем понять, почему отсутствие результата при огромных возможностях встречается у нас в России так часто. Осенью 1999 года Вита Святославна Козлова оказалась на центральном московском ипподроме с великолепными проектами и идеями. Создать здесь элитный конно-спортивный клуб, который не будет уступать никому ни в Европе, ни в мире. И возродить великую советскую выездку. Мама рассказывала, что произошло это со мной в пять лет. Я увидела документальный фильм о героях советского спорта. Я не придавала значения той картинке, которая шла до того момента, пока в кадре не появились Елена Владимировна Петушкова, Иван Михайлович Кизимов и Иван Калита. На параде наций они выиграли, они ехали с золотыми медалями на шеях. Их приветствовал 80-тысячный стадион. Это было так красиво. И я просто остолбенела, глядя на экран телевизора. И я, дергая маму, говорю, мамочка, мамочка, скажи, пожалуйста, что это такое? Она говорит, это конный спорт. Выездка. И еще спустя секунду я сказала, что вот этим я буду заниматься. Вот так в возрасте пяти лет, в течение нескольких минут, Вита выбрала свою судьбу. Тогда она, конечно, не могла знать, что возвращение в Россию большой выездки и ее утраченных традиций станет делом всей ее жизни. Как поиски затонувшей Атлантиды. В них было все. Столкновение с криминальными элементами, мистическая гибель гениальной лошади Онегина и сказочный триумф, о котором в течение многих лет вспоминали во всей Европе. Мечтая только об одном. Пережить это снова. На Кубок Президента, организованный Прадаром, уже через год после его возникновения приехали ведущие всадники, лидеры мирового рейтинга. Поначалу они восприняли приглашение настороженно. Россия в глазах западных звезд была символом хаоса, смуты и опасности. Россия еще носила на себе печать лихих девяностых. Это было похоже на шаг в бездну. Но все-таки они решили рискнуть. Они приняли вызов. Такого массового нашествия элиты мировой выездки в России еще не было никогда за всю историю. Даже во времена Золотого века. Петушковой, Филатова, Кизимова и Калиты. В рекордные сроки старый манеж ипподрома преобразился до неузнаваемости. Знаменитая всадница, первый номер мирового рейтинга Анке ван Грюнсвен перед Кубком Президента, попав в конюшни Прадара, воскликнула. Я хочу остаться здесь навсегда. Но у каждой сказки всегда присутствует своя невидимая и тайная сторона. Ни Виту Святославовну, ни Прадар, которые сразу превратились в возмутителей спокойствия, на ипподроме не ждали. В один из дней я подъезжаю к проходной центрального московского ипподрома, и вдруг мое внимание привлекает тот факт, что вокруг припаркованы только джипы. Это было так странно, но тем не менее, я подъезжаю к воротам, сигналы ворота не открываются, несмотря на то, что выполнены все формальности, пропуск заказан. И вдруг из одной машины выходит молодой человек с бейсбольной битой в руке, и он подходит к моей машине и делает вот так в окошечко. Максимум, что я успела сделать, как отреагировать, я заблокировала двери, а потом еще и вспомнила о том, что за моей спиной отделение милиции. И в результате я просто нажала на сигнал и не отпускала. Действительно, я привлекла внимание людей, стоявших во дворе отделения милиции, в результате чего молодые люди, которые еще вышли из других машин, они попрыгали в свои машины и как-то разъехались, ворота открылись, и я въехала на территорию подрома. В этот момент я поняла, что нужно с этим что-то делать. Когда здесь еще был Советский Союз, я был послом, я ездил здесь у Рогалева, полковника бывшего, который тоже до Берлина во время войны дошел. И он мне всегда хорошие лошади дал, и мы дружили. После этого я вернулся сюда в 95-м. И тогда здесь был, конечно, кошмар. Это в первый раз, когда я сюда пришел, здесь продавали машины держанные. Это был не только сарай, это был и гараж, и что вы хотите. То, что произошло в начале 90-х, это был, ну, не командный дух, не командное направление. Это было направление, что каждый выживает как может, каждый пытается как-то себя преподнести. Если у другого хуже, он только этому радуется. Появление Прадара совпало с открытием скакового сезона. В Москву возвращались скачки, которые в последний раз здесь видели при коммунистах. Для скаковых лошадей требовалось освободить три сотни деньников. А на ипподроме в первый год тысячелетия большая часть конюшен была занята черным прокатом, платившим криминалу дань. Я и мои товарищи, вся наша команда, мы попали под определение черный прокат. Естественно, мы себя таким образом, как черный прокат, не определяли. Мы просто любили ипподром, мы любили свои прыжки, мы любили свою лошадь Голиаф, быстрый голубь на скаковом кругу Цамои, сквозь полет метели и мелькающее бледное солнце, спрятавшееся за облаками. Мы любили отмечать свои победы на любительских турнирах. Инесса Рассказова одной из первых узнала о том, что их собираются выселять. И она объявила про дару войну. В тот момент я возглавляла отдел спорта в газете «Вечерняя Москва». И это было что-то наподобие «Получив фашист-гранату» от советского солдата. И после моей публикации, это как просто изыскливо сгорелось пламя, и как лесной пожар, все это перебросилось на телевидение, в другие средства массовой информации. И ипподром подвергся осаде. Журналисты программы «Времечко» проезжали сюда в багажниках машин, сложившись пополам. Скандал в прессе с лейтмотивом «С ипподрома выселяют инвалидов и детей» никого не мог оставить равнодушным. Я помню этот день. Мы проезжали с Жуковским и нашим юристом в моей машине, и вдруг, о чудо, на площади перед ипподромом такое столпотворение прессы не было никогда за всю историю бегов и скачек, начиная от императора Александра Третьего. Жуковский начал авторитетно объяснять о том, что ипподром – это профессиональное место, где не может быть ни детских школ, ни ипотерапии. И в конечном итоге он сказал, в конце концов, я ожидаю 300 лучших чистокровных лошадей нашей страны, которые приезжают к началу скакового сезона для участия в скачках на Центральном московском ипподроме. Это крупное общественно-массовое мероприятие. На что префект возбудился и сказал, позвольте, какое общественно-массовое мероприятие? Кто разрешил? Кто санкционировал? Кто санкционировал? И Жуковский тогда был, это был его звездный час. Он так круто сказал, как кто? Александр Третий. То, что вы видите сейчас перед собой, это практически сюрреалистический кадр из категории «невозможное – возможно» и «неочевидное – вероятно». Потому что 15 лет назад Вита Козлова была своего рода моим злым гением. Неожиданное знакомство злых гениев 15 лет спустя привело к тому, что Витой Козловой и Инессой Рассказывай был написан хулиганский роман о конном спорте «Прекрасные лошади, странные люди». Книга писалась удивительно легко. У меня возникло ощущение, что она как бы даже и сама себя написала. И что этот хулиганский роман, наверное, нетерпеливо, поскольку хулиганские романы вряд ли обладают терпением, просто 15 лет ждал своего времени и своей судьбы. По мере того, как Вита рассказывала мне о своей жизни, ко мне пришло такое позднее переосмысление ее роли и вообще всех тех событий, которые тогда произошли. Наверное, точно так же, как в истории, регрессивные цивилизации сменялись прогрессивными. Мы действительно жили бездомно, мы жили как эпикурейцы. Мы не заботились и о сегодняшнем дне, и не стоило бы предполагать, что и завтрашний день в таком случае о себе позаботиться. А завидой стояли грандиозные планы, и в будущем ее ждал Кубок Президента. Может сложиться ошибочное впечатление, что Прадар возник неоткуда, материализовался из воздуха. Пока кажется непонятным даже само его название. Прадар на самом деле был придуман еще в 1996 году в ресторанчике «Ла Прованс» в Чехии, в Праге, в случайном разговоре во время дружеского ужина. В тот вечер, обсуждая внезапную идею, никто ни разу не произнес слово «бизнес». Вита Козлова и семейная пара Геннадий и Ольга Кузьмины просто вдруг заговорили о том, как хочется чего-то для души. Небольшие семейные сбережения, оставшиеся от ремонта квартиры, и вот уже куплены первые лошади. Найдена конюшня в Чехии для начала в аренду. А к концу года на деньги, вырученные от продаж первых лошадей после их переподготовки, куплен новый спортивный комплекс. Первой звездой чешского Прадара был конкурный всадник Сергей Мотыгин. Блестящее будущее Прадара начиналось с Сергея. Первые победы клуба принадлежали именно ему. Он их автор. «Привет! Здравствуй! Перёжкин, как я рада тебя видеть! Привет! По-французски! Привет! Это Клоди сразу в машинку. Время для тебя, они соперники. Смотри, выглядишь здорово. Ты тоже прекрасно выглядишь, совсем не изменился. Правда? Да, так немножко посоледней стал. Я стараюсь на себя в зеркало не смотреть. А наш участок, на котором конюшня находится, он был отрезан от других земель, принадлежащих им же, да, нам же. И мы смеялись, что как в этом, у кота в сапогах. А это чья земля? Подъезжаешь. Маркиза, маркиза, маркиза карабаса. А вот это с другой стороны. Маркиза, маркиза. И получилось, что новый автобан, он разрезал, да, участки, отрезал друг от друга? Ну, в принципе, да. Вот. Вот наши конюшни. Ну что, пойдемте. Слушайте, я так волнуюсь. Пойдемте. Пойдемте. Не волнуюсь. Помнишь соревнования мы здесь делали? Конечно. Конечно. Сережа, я очень хорошо помню свой последний визит на эту конюшню, когда вот здесь стоял столик, на котором были вода, фрукты, напитки. Рядом стоял господин Моксель. Александр Моксель, создатель Ал Моксель Тим, известный меценат, открывший для конного спорта будущих олимпийских чемпионов, Людгера Бербаума и Улу Зальцгебер, приехавший в Прадар покупать лошадей. Я держала над ним зонтик. Это был последний раз, последний визит? Мне кажется, что это был последний визит. И на поле голопом влетел на Биг Бене Паша Волков и закричал, «Я сейчас, б***ь, катапультируюсь!» А я потеряла контроль, и несмотря на то, что я стояла рядом с дедушкой и держала зонтик над ним, я ему в ответ кричала, «Я тебе сейчас, б***ь, катапультируюсь, только посмей!» И он, уезжая, похлопал меня так по плечу и сказал, «Молодец, комплекс ты хороший сделала, осталось теперь с людьми разобраться». Ну вот это же мы делали, все эти боксы ставили. Тогда это все блестело, с иголочки было новеньким. Смотри, сколько паутины. Я никогда не видела эту конюшню в таком состоянии. Я так смотрю, что все, что мы поставили, и кормушки, и поилки, все так и осталось. Ой, какой ты милый зверек, милый зверек. Да, животное? Хорошо тебе здесь гуляешь? Это удивительно, но спустя более чем 10 лет мы оказались здесь, в Хлопоницах, на нашем комплексе, с которого и началась история большого международного конного клуба «Продар». Я даже не могу поверить, что я стою сейчас здесь, и как будто вчера мы только сидели на этой веранде, тренировались на этом конкурном поле, отмечали Серегины победы. А их было много. Поражений было значительно меньше. А побед было больше, и это было чертовски приятно. Это давало ощущение полета, как будто растут крылья, и нам казалось, что у нас все получается. У меня часто друзья спрашивали, что это за название, такого слова в словаре нет. Ну и я не знал, как объяснили про дар и про дар. По имени первая лошадь, с которой началась история нашего клуба, пражский дар, сокращенно про дар. Не мудрствуя, лукаво мы оставили это название для клуба, иначе бы мы никогда не договорились, потому что у всех было огромное количество разных идей. Была смешная ситуация, что когда мы еще были в Бернартицах, и наша конюшенка, это было просто 10 боксов, переделанных из свинарника, я тогда уже хотела, чтобы полное название клуба звучало Grand International Equestrian Club Pradar. А мой партнер Геннадий Кузьмин говорит, И вот этот свинарник, это самое подходящее место, чтобы на нем написать Grand International. Давай сначала станем Grand International, а потом мы это всегда успеем написать. Поэтому в Чехии мы назывались просто Клуб Прадар, а когда мы уже переехали в Москву, я первое, что сделала, это добавила вот эту аббревиатуру, которая существует по сей день. От свинарника в Чехии до Кубка Президента. Путь был пройден так быстро, что это уместно сравнить со вспышкой молнии. О турнире Кубок Президента не только в России, но и в Европе говорили взахлеб. Потом те, кто сюда приехал, вернулись в Европу. Меня тоже спрашивали, а как? А на следующий год это будет проводиться? А как туда попасть? Я говорю, ну сейчас уже все, теперь не попасть, теперь только вип-карта у тех, кто уже был, а остальные, не знаю, нужные знакомые, наверное. Это шутка, конечно, была. А те, кто здесь был, они говорили, так, мы никому не рассказывать не будем, чтобы на следующий год сюда все не поехали. К силу того, что Кубок Президента должен был посетить Владимир Путин собственной персоной, меры безопасности были нешуточными. Президент даже не имел возможности посмотреть турнир, доносящий его имя, потому что окна окрестных домов выходят на скаковой круг. Владимир Владимирович смог только встретиться с тренерами и всадниками после церемонии награждения. А выдающийся голландский тренер Шеф Янсен еще и отправился на встречу с президентом России в весьма необычном наряде. Естественно, это шокировало всех, без исключения. И когда его увидели, люди из протокольной службы сказали, что этот человек, конечно же, не может присутствовать на встрече. Я включилась и сказала, что послушайте, это гостренер сборной Голландии, это практически заместитель бога по выездке, он не может не присутствовать. Но на что они сказали, что в таком внешнем виде это вообще не обсуждается. Я не помню, как мне удалось отстоять эти розовые трусы шефа Янсена, но он был на этой встрече, президент не обратил внимания. Но все как-то обошлось. Еще до того, как глава государства оставил на проекте Кубка президента свою благожелательную резолюцию, Вите Святославовне Козловой в разговоре с министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым пришлось пережить самое настоящее душевное потрясение. Поскольку он как председатель Оргкомитета принимал самое активное участие в организации процесса, и вот на одной из встреч Оргкомитета он говорит о том, что я надеюсь, что Кубок президента останется в России. И мы задумались о том, что же нам делать. Каким образом наша ведущая всадница Елена Сиднева, которая на тот момент была между 9 и 12 позицией мирового рейтинга, может выиграть у действующей олимпийской чемпионки Анки Ван Грунсвен. Но к этому моменту в Прадаре были сосредоточены уже лучшие силы. Живые легенды – олимпийские чемпионы Елена Петушкова и Иван Кизимов. Когда весь цвет мировой выездки прибыл в Москву, в манеже Прадара был замечен Иван Кизимов верхом в седле. При дам только что приехавших иностранных гостей пронесся изумленный шепот. Смотрите, смотрите, там сам Кизимов. С Иваном Михайловичем связаны бесконечно теплые воспоминания. И вообще, когда меня просят охарактеризовать, я люблю говорить фразу «это ум, честь и совесть советского конного спорта», да и российского тоже. Некоторые моменты осознаешь только сейчас. Насколько это было ценно, насколько справедливы его подсказки. Когда всадница нашего клуба с лошадью, которую подготовил Иван Михайлович Кизимов с Royal Black Label, дебютировала в Гран-при во Франкфурте и получила великолепный для дебюта результат, Иван Михайлович говорит, привези обязательно видео. Я посмотрел и сказал фразу, которую я вообще не поняла в тот момент. Больше ничего не нужно с этой лошадью делать. Наслаждайтесь, выступайте. Все уже великолепно. Это я тогда вообще не поняла. Я думаю, что за глупости. Да у нас бесконечные возможности для совершенства. Но прошло 2-3 года, и я поняла, что имел в виду Иван Михайлович. Он так мог чувствовать лошадь, воспринять вот ту тонкую грань между тем, как лошадь работает от сердца, и как она работает, повинуясь просто командам всадника. А Иван Михайлович эту грань всегда чувствует, понимает. И он настолько современен сегодня, что если бы он сегодня выступал в Олимпийских играх, он бы снова выиграл Олимпиаду. Роль Елены Владимировны в моей жизни, она какая-то мистическая. Во-первых, с нее начался мой путь в конный спорт. Были у нас разные периоды. У нас были остро-конфрактационные моменты и очень позитивные, когда мы в унисон видели проблематику и видели решение существующих задач. Но с Еленой Владимировной всегда было очень непросто, поскольку человек она экстра-неординарный. Она всегда была удивительно принципиальной и, возможно, иногда очень упрямой. И редко на моей памяти, когда происходило великое событие под названием «Елена Владимировна поменяла свое решение», я, по крайней мере, не могу припомнить. Возможно ли? Всего лишь через год после своего московского рождения Прадар не просто проводит Кубок Президента, который тут же превращается в мировую сенсацию. С этого момента Прадар начинает пробиваться в элиту, этот закрытый для посторонних вторжений клуб для своих. Кюры. Выступление под музыку, которую записывает для всадников клуба Оркестр Лонстрома, вызывают у западной публики такую же реакцию, какой в свое время удостаивалась, может быть, только Калинка, Ирина Родниной и Александра Зайцева. Под клен кудрявый притопывал сам герцог Люксембургский. А зажигательный «One, two, three, four», который сопровождался стоячей овацией на любой арене, не нуждался в переводе. За Прадар выступают лучшие всадники России. Валерий Тишков, Павел Волков, Елена Сиднева, Анна Левина, Регина Исачкина и многие другие. Дита Козлова сделала огромную, огромную работу. И эту работу она могла сделать не только потому, что она интеллигентный человек и высоковоспитанный человек, но потому, что она то, что мы в Германии называем человек лошадный или связан с лошадьми. Про Онегина вообще не просто говорить, вспоминать. Это действительно была уникальная лошадь и пока еще единственная в моей жизни, которая такое оставила след в моем сердце. Он был необыкновенный. С первой минуты, как я его увидела, это стало понятно. Онегин сразу же начал выигрывать все соревнования, в которых участвовал. Он даже ошибался. Талантливые судьи его прощали. Никто не мог устоять перед его обаянием. На своем первом же международном турнире в Польше с участием всех ведущих сборных Онегин, выступавший в первый день в 8 утра при пустых трибунах, так и остался первым. Его победа вызвала смятение и переполох. Кто это? Кто это? В 8 утра выездку никто не смотрит. Лошадь, которой толком никто не видел и не знает, обыграла лучших всадников мира. Журналисты дежурили у конюшни. Покажите, дайте нам сфотографировать это чудо. Все хотели его снимать, все хотели поговорить с нами, откуда конь, кто родители. Ну и в результате такой создался ажиотаж накануне второго дня соревнований. Я уже начала нервничать, и вдруг ко мне подходит член сборной России Таня Слепцова, берет меня за руку и говорит, Вита, вы должны Онегина осветить немедленно. Ну, я как-то так разволновалась, я говорю, ну да, она говорит, ну ты посмотри, какая у него аура, насколько он беззащитный. Вот такие лошади, они вообще не остаются долго на земле. То есть он как ангелочек. Обязательно его покрестите. Я так расчувствовалась, я говорю, хорошо, хорошо, следующий этап Кубка мира, турнир в Минске, мы его обязательно там покрестим. А на них ждите до Москвы, сделайте это немедленно. И вот после вот этого разговора, вот таким впечатлением, я прихожу к нам на конюшню, и я становлюсь спиной к нему, и вдруг происходит удивительная вещь. Он кладет мне голову на плечо, вот так прижимается. И у меня в голове возникает такая фраза, я с тобой прощаюсь. Коневоска с лошадьми, которая возвращалась после победы Онегина в Варшаве, простояла на польско-белорусской границе 12 часов. Запертых лошадей, которых даже запрещено было выводить на улицу, беспрерывно терзали полчища комаров и слепней. Большинство трагедий происходит от человеческого равнодушия. У польских пограничников то обед, то пересменка, им безразлично, что лошади сходят с ума. Онегин просунул голову в щель и укусил своего соседа Даймонда. Даймонд огрызнулся в ответ. Онегин отдернулся и смертельно повредил трахею. Его едва успели вывести из коневоски, он заржал, встал на дыбы и рухнул. Из горла хлынула кровь. Заплетенный в косичку хвостик и подкова. Вот и все, что осталось от Онежки, вспыхнувшего так ярко и так быстро сгоревшего. Есть ли у лошади душа? В ответ на этот вопрос можно услышать разное. Но вот в том, что между лошадью и человеком существует кармическая связь, сомнений практически нет. Балагур Александры Кареловой прошел путь от простой патрульной лошади до участника Олимпийских игр. Балагур понимал, что говорят ему люди каждое слово. В настоящее время Балагур находится в Германии. Он находится на конюшне у Моники Таодореску, там, где он был все последние годы, когда мы наступали. Первый год где-то мы, когда начинали заниматься с Балагуром, у них огромное поле, а рядом с этим полем большие две левады, в которых живут пенсионеры. И Балагур уходил на работу, почти каждый день вставал, так в задумчивости, смотрел туда на эту леваду, как они там пешком гуляют, едят траву. И ему как-то Инге Таодореску сказала, видишь, как они там гуляют, вот будешь хорошо работать, тоже там будешь. И вы знаете, его как включили. То есть он стал стараться еще больше. С лошадьми, они же все понимают, то есть говорить о том, что там это мы ему обещали, поэтому это все равно, что я вам пообещаю что-то. Если я обещала, я должна сделать. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему в выездке стать лучшими в мире так сложно? Давайте попробуем понять, что она собой представляет. Выездку часто называют конным балетом. Всадник должен продемонстрировать правильное движение лошади на всех аллюрах. Безупречное исполнение всех элементов. Самые известные элементы. Менка ног на галопе. Дословно, летящая смена ног. Лошадь двигается галопом попеременно то с правой, то с левой ноги. Принимание. Боковое движение на рыси и на галопе. Пассаж. Высокая укороченная рысь, при которой лошадь словно зависает в воздухе. Пиафе – это пассаж на месте. Очень немногие лошади в мире обучены правильно выполнять этот элемент. Пируэт – поворот лошади на 360 градусов с сохранением темпов галопа на минимальной окружности. Выездка – это очень красивое действие. Это творческий процесс, это искусство. Это единение человека и лошади. И взаимодействие настолько тонкое, что животное повинуется порой силе мысли. Иногда это чуть-чуть напряжение мышц. Для меня очень важно, когда мои ученики воспринимают лошадь как живое существо, а как своего партнера, который работает вместе, который настолько чуток и настолько восприимчив к человеку, что все элементы высшей школы, сложные пары элементы – это и пассажи, и пиафы, и пируэты – лошадь делает очень легко, испринимая как искусство этот спорт. В Великобритании ученик приходит на урок, садится на поседланную, почищенную, собранную лошадь и тренируется. А как положено, это с азов, как в старые добрые времена, в российской кавалерии. Сначала чистить, потом седлать. Основы физиологии, содержание, кормление. В свое время у нас у молодых спортсменов не было возможности поехать и посмотреть крупные международные соревнования, например, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт на Майне. И мы вынуждены были ездить с кем-то из взрослых всадников коноводами. Я ездила коноводом со своей подругой, членом сборной Советского Союза по выездке Еленой Триус. Есть такая притча, что в свое время Буденный проверял качество чистки лошади. Таким образом, он брал белый платок, проводил под хвостом у лошади, и, не дай бог, там была какая-то пылинка. Но я думаю, что я прошла бы тест у Буденного. В этом искусстве действительно не существует мелочей. Вплоть до того, что звезды мировой выездки изобретают особенные жесты, сопровождающие их выступление. Рафаэль Сотто во время выступления взмахивает рукой в память об отце. Лони Йоргенсен, чья лошадь панически боялась аплодисментов, выехав в Манеж, призывала зрителей к молчанию и спокойствию, поднося палец к губам. Но как же они ждали от нее в финале отчаянного «А теперь можно». И все. Ну что скажете? Ну теперь все зависит от колечки судей. И я объявляю результат. 79,55%. Елена Сиднева занимает первое место. Поздравление. Невероятно. Ровно за секунду наш весь столик, включая сидящего за этим же столиком министра сельского хозяйства, мы взвелись все, мы так стали кричать, просто как маленькие дети, но через долю секунды так же кричал уже весь стадион, потому что это была выдающаяся победа. Это было великолепие. Это, пожалуй, лучший турнир, который когда-либо проводился в России. Это было сделано просто лучше не бывает. Конечно, очень приятно, что я еще и выиграла этот турнир среди таких именитых звезд, как Иоанн Киван Грусвин. Тогда она еще на молодом коне выступала. И, ну, приехала элита, элита конного спорта. Так как же все-таки удалось добиться победы на Кубке Президента в Саднице из России, 12-го номера мирового рейтинга над его первыми номерами? И мне кажется, мы нашли гениальный выход из сложившейся ситуации, что дало нам шанс на успех. Мы предложили поменять стоимость призового фонда и максимально дорогой день сделали второй. Это Гран-при Спешл, так называемая переездка. И на этот день мы поставили большие деньги, а на Кубок Президента несколько меньшие деньги, но престиж и значимость этого турнира с точки зрения имиджа она для российских садников была приоритетом. Это сработало. Анки Ван Грунсвен заявилась на гостенце Ленера. Она была на двух лошадях в переездку, а на второй своей лошади, на гостенке Крэг, поехала на Кубок Президента Гран-при Фристайл. Но если с потенциальным олимпийским чемпионом на трудно было бы бороться, то, естественно, второй лошадянке Иван Грунсвен Елена Сиднева обыграла, ну, если не легко, то вполне уверенно. И вот победа Елены Сидневой в 2002 году на этом Кубке Президента дала всей нашей России, всему нашему конному спорту России возможность подумать, что мы можем быть там наверху еще раз после таких замечательных побед и Сергея Ивановича Филатова, и Ивана Михайловича Кизимова, и Елены Владимировны Петушковой, всех наших знаменитых спортсменов. Больше Кубок Президента с таким размахом не проводился, а всадники из России продолжают занимать на Олимпийских играх места, далекие от пьедестала. Уже четверть века они не могут завоевать командную лицензию для участия в Олимпиаде. Вита Козлова вложила в свою мечту так много, что ее усилие не измерить ни одной из известных человечеству единиц измерения. У нас конный спорт, к сожалению, в стране последние десятилетия уже держится только на энтузиастах. То есть посмотрите на членов сборной, что по выиске, что по конкуру, по тройборью. Это все держится на владельцах лошадей, на тех людям, которым это интересно лично. Скажем, я выехала на Олимпиаду, а за мной никого нет. То есть энтузиасты и все, а страны-то как таковой нет. И все видят, что меня не пустят дальше там место, где я была. Как бы я хорошо не выступила, меня не пустят, потому что не пустят. Потому что есть страны, в которых это более интересно. Они это лоббируют, они делают все возможное для того, чтобы получать медали. Вы сами понимаете, если тебе медаль не нужна, то кто тебе ее даст? Я не сразу поняла, почему наши спортсмены не так успешны, как могли бы быть, при том, что у них есть великолепные лошади под седлом, у них есть выдающиеся тренеры с мировыми именами, у них есть определенное финансирование. Я обнаружила, чего не хватает российскому конному спорту для того, чтобы вернуться на лидирующие позиции. А не хватает по-новому, осмысленной и недренной управленческой модели. Потому что конный спорт не может развиваться без спортивного конозаводства. Спортивное конозаводство рудиментарно зависло вместе со скаковым и расистым под управлением Минсельхоза. И, собственно, развитием этих направлений занимаются так же, как то, как будто бы это продуктивное коневодство, то есть мясное и кумысное. Но мы не собираемся есть наших спортивных партнеров или доить их. Поэтому нам нужно признать, что это не отрасль сельского хозяйства. Нужно передать под эгиду Федерации конного спорта управление спортивным скаковым и расистым коннозаводством. Елена Петушкова выступила с гениальной идеей. Интеллигентная женщина, кандидат наук, не сделавшая в своей жизни ни одной ставки на тотализаторе придумала, как дорогостоящий конный спорт, объединившись со скачками и бегами, смог бы сам себя содержать и даже перечислять ежегодно в бюджет государства миллионы. Дело в том, что Елена Владимировна предложила в свое время, это было в 2005 году, создать систему национального конного тотализатора с возможностью проводить бега и скачки на ипподромах России, интегрироваться в международную систему бегов и скачек с возможностью для игроков в России делать онлайн-ставки, набега и скачки, проводящиеся по всему миру. Эта система позволила бы перечислять один процент от оборота на развитие классических дисциплин конного спорта, на профильное образование, развитие и детского конного спорта, и, что самое главное, это спортивного конозаводства. потому что не обладая конкурентно способной базой спортивного конозаводства, мы не можем рассчитывать на сегодняшний день, мы это Российская Федерация, на какие-то значимые успехи. Когда я говорю об одном проценте, это немало, потому что систему национальных конных тотализаторов, ведущих в этой области стран, например, в Японии, это 39 миллиардов евро годовой оборот. В Гонконге это 28 миллиардов евро годовой оборот и так далее и тому подобное. Выска, к сожалению, наверное, на сегодняшний день самая пострадавшая от имеющейся управленческой импотенции дисциплины конного спорта, потому что она очень элегантна, очень тонкая в настройке дисциплины. К сожалению, в настоящий момент мы как клуб отошли от активного участия в большом конном спорте по той простой причине, потому что на сегодняшний день выездка, большая выездка превратилась по сути в преодоление препятствий. Это вообще больная тема, потому что это очень странно и обидно, что наш конный спорт с такими традициями, столько было у нас медалей. И когда после развала Союза у нас произошел спад, и у нас многие чиновники повернулись лицом ко многим видам спорта, но только не к конному. Надежда, конечно, умирает последний, так что посмотрим, что еще мы увидим. Расставшись на время с большой выездкой, Прадар не ушел в небытие, не покрылся музейной пылью, он просто изменился. Малыши, приезжая сюда после школьных занятий, учатся держаться в седле. У взрослых всадников вообще есть уникальная возможность начать ездить верхом всего после восьми занятий. В этой авторской методике задействованы принципы НЛП. Как правило, тренер общается с начинающим спортсменом уже сразу на вот этом конно-спортивном сленге. Хотя человек, как правило, к этому не готов и очень важно выровнять это понимание. Пресловутый контакт. Как мы держим контакт с другими людьми? По-разному. То есть иногда с кем-то у нас хороший контакт, с кем-то не очень. Верховая езда, она позволяет осознать вот эти ограничения, не просто осознать, а наработать над новой модели поведения. Очень часто мы возлагаем ответственность на окружающий мир, на других людей или на других существ. В верховой езде это очень хорошо видно. Да это лошадь не захотела так сделать, эта лошадь закинулась. Закинулась – это означает, что не захотела прыгнуть через препятствие. И когда человек, занимаясь верховой ездой, постепенно учится брать ответственность за то, что происходит на себя и адекватную ответственность, нарабатывается новое умение, которое очень эффективно и очень полезно в жизни. Итак, чем живет Прадар сегодня? Прежде всего, это место, куда можно приехать с семьей, позаниматься верховой ездой, привезти детей, которые могут освоить искусство верховой езды, начиная с самого маленького возраста, буквально с двух лет. У нас есть прекрасный пони-клуб Прадарчик, и это один из наших любимых проектов, которые мы видим в перспективе очень значимым. Это, конечно, арт-галерея Конюшня, и, безусловно, я не могу обойти вниманием новую дисциплину конного спорта, с инициативой развития и регистрации которой в Российской Федерации выступил наш клуб. Это фигурная верховая езда. Это такая дисциплина конного спорта, когда одновременно на арене участвуют несколько всадников, как правило, их число должно быть кратно четырем, ну, квинтэссенция это 12 всадников, это очень красиво, и оцениваются не отдельные элементы, а красота и синхронность и сложность перестроений. Мне кажется, что эту дисциплину ждет большой успех, и я горжусь тем, что мы являемся инициаторами этого проекта. И в то же время Прадар остается местом самых удивительных встреч людей и лошадей. Опознакомилась я с этим подробом ни много, ни мало, как в 1946 году. Нина Георгиевна Громова, незабываемая всадница послевоенного СССР. Ее рекорды на степельчезных трассах до сих пор не побиты. Я тогда была лейтенантом Советской Армии. Через несколько лет после того, как я уже демобилизовалась, я стала готовиться к степельчезам. А степельчезы – это скачки с препятствиями, но препятствиями не просто, не простыми, как у конкуристов, которые сбиваются от прикосновения копыт лошади, а мертвые препятствия. Это самый опасный был вид спорта, в который даже по нашему закону, по правилам, женщин не допускали. Я была первая, которая прорвала эту систему. На одной из последних тренировок к степельчезу молодой человек, наш спортсмен, мастер спорта, неудачно прыгнул в препятствие, они упали с лошадью, и он разбился насмерть. Команда требовала забены. Никто на эту лошадь, хотя она живой осталась, не хотел садиться. И решили, что самая подготовленная моя лошадь. И решили взять ее из-под меня под мужчину. Сказала, что я не отдам, и все. Вот что хотите. А что делать? Я говорю, разрешайте мне скакать, я поеду в степельчез. Ну, было-то довольно скандальное такое совещание. Там потребовали от меня записку, что если что-то случится со мной непоправимо, то никто не будет виноват. Вот таким образом я попала на первый степельчез. Ну, а дальше уже не спрашивали этих записок. На самом деле Нина Громова стояла и за выдающимися успехами советской выездки с 70-х, которым не суждено было повториться. С уникальной Дидой, трофейной лошадью из конюшен Третьего Рейха, Нина Георгиевна побеждала и в конкуре, и в троеборье, и в выездке. В дальнейшем, представляя нашу страну в Международной Федерации Конного Спорта, Нина Громова оказывала нашим всадникам ту политическую поддержку, которой им так не хватает сегодня. Их незримо вела и оберегала ее железная рука в бархатной перчатке. Сейчас это здание не узнать. Оно, конечно, очень стало красивым. очень интересным, я бы сказала, даже как музейного направления. Побывать здесь, посмотреть, а тем, кто имеет возможность и поработать, это большое счастье, я считаю, потому что всякое общение с таким животным, как лошадь, совершенно дает особый настрой человеку. В забытом храме встану у порога и подойду тихонько к алтарю. Я так давно хочу спросить у Бога, спаситель, есть ли лошади в раю? Ведь этой жизни лучшее мгновение я провела на верное в седле. Пусть это странно, кажется, кому-то, нет ничего прекраснее на земле. Выездку любят во всем мире, ее боготворят, ей поклоняются. Когда-то и для России она была всем. И Вита Козлова, и победительница Кубка президента Елена Сиднева выбрали выездку, увидев Елену Петушкову, Ивана Кизимова и Ивана Калиту во всем их чемпионском великолепии на параде наций. К манижу ипподрома в те годы в выходные дни дети приезжали на первом троллейбусе в предрассветных сумерках, в мороз. Занимали очередь, чтобы с шести утра, отстояв в ней много часов, к обеду сесть на лошадь, протянув в окошко кассы, зажатый в кулачке рубль. Дети не изменились. Просто у них теперь нет героев. Для мировой выездки мы стали чужими. Но это только наш выбор. и его еще не поздно изменить. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ